Камни недели Вот такой камень, такого размера, такого цвета, такого качества, это уровень международных аукционов, это уровень бутиков, то есть это прям высший класс, да. Если из него сделать классическое кольцо, вокруг выложить его бильянтами, я бы, конечно, выложил черными бильянтами, но это дело вкуса. Вот если выложить бильянтами, то этот камень может стоить очень-очень-очень больших денег. Это прям такой уровень коллекционеров и мировой. Камень у нас на руках, мы его выкупили, он уже в доступе в Москве. Посмотрите сертификат, я впервые такое вижу, цвет обозначили как кроваво-красный. Обычно пишут просто красный, темно-красный, ну в крайнем случае насыщенно красный, а здесь прям кроваво-красный. И да, кстати, в прошлый раз вы написали очень-очень много запросов по ценам, очень быстро раскупили камни с прошлого видео, интересные камни недели. Поэтому мы сделаем так. Теперь у каждого камня есть номер, посмотрите, да, он в уголочке вверху. И посмотрите в комментарии, там будет написано под видео, да, там будет написано краткое описание камня, его вес и его цена. Это чтобы сократить время, да, мое в первую очередь. Вот, собственно, вот этот камень, советую обратить внимание, это самое, что ни на есть как раз инвестиции. Отличная моя любимая сумеречная шпинель, три с лишним карата, посмотрите, суперцвет, там есть небольшое включение, но оно ни в коем случае его не портит. Камень уже продан, просто хочу перед вами похвастаться. Посмотрите цену, и я могу при должном усилии найти что-то похожее, да, даже в этом видео будет еще несколько похожих камней. Размер очень хорошо подходит и для женского, и для мужского украшения. Просто очень яркий гранат, хорошая форма огранки, хороший цвет и отличный, на мой взгляд, уход в темный, в черный. То же самое, три с лишним карата, это прям идеально и для мужского кольца, и для женского украшения. Он у нас все еще на руках, то есть он еще не продан в данный момент. В последнее время вы просите почаще показывать сумеречную шпинель, мою любимую. В данном случае пять с лишним карат, отличная огранка, и камень необычный, присмотритесь, там немножко есть. Синеватый фиолетовый оттеночек, то есть этот камень, он обладает свойством полихромности. Это делает его очень необычным. Ну и, собственно, размер. Да, размер, цвет, форма здесь прям все прекрасно, все идеально. Я даже не знаю, как описать этот цвет, и мне, кстати, интересно, что в сертификате будет показано. Но цвет такой, на мой взгляд, уникальный. Пара шпинелей для любителей не очень ярких броских цветов. Вот случайно получилась такая форма, то есть специально не подрезали камни, чтобы они были одинаковые формы. Видите, один чуть меньше другого, и они немножко разного цвета. Это нам дает простор для творчества. Первый вариант. Можно подрезать их под один размер и сделать серьги со шпинелью чуть-чуть разного оттенка. Это будет интересно. Второй вариант. Можно сделать два кольца, допустим, обручальных или просто парных, женское и мужское. В этом случае камни можно не подрезать, они просто будут одинаковой формы и приблизительно одинакового цвета. Но в мужское кольцо можно поставить камень покрупнее, в женское кольцо можно поставить камень поменьше. Вот такое делать мы любим. Я бы с удовольствием такую пару сделал. Немножко про рубины. Мировые запасы рубинов практически истощены. Все охотятся за ярко-ярко-красными. Цвет называется пиджин блат. Голубиная кровь. Это большая редкость. Это самый дорогой камень в мире. Но мне вот иногда пишут, что я вот рубин купил и не так дорого. Как раз я вам показываю вариант, как выглядит некрасивый рубин, в который не стоит вкладывать деньги. Он не инвестиционный, но это все-таки рубин. И да, его можно купить недорого. Но это совсем не тот рубин, за которым все охотятся и который все любят. Во-первых, он матовый. В нем очень много включений. Вы видите, здесь на поверхность выходят включения. И он розовый. Вот почему-то так получилось, что розовые рубины не котируются. Возможно, потому что довольно много относительно недорогих розовых сафиров можно купить. Этот камень не гретый. Стоит он недорого. Почему я показываю? Во-первых, пример, какие бывают рубины недорогие, да, и чем они отличаются от дорогих. Во-вторых, мне время от времени пишут эзотерики, которые верят в силу камней, что какие-то камни дают человеку какие-то свойства, какую-то энергию. И просят камень именно рубин, именно не гретый. И вот здесь как раз он, и он стоит очень-очень доступных денег. Если хотите, можете обратиться. А тут у нас пример наоборот редкого камня. Он совсем малюсенький, два с лишним карата. Это шпинель. И это шпинель из Бирмы. И не просто из Бирмы, а из того самого знаменитого месторождения Магог. В Магоге тысячи лет добывали камни, в том числе и красного цвета. Очень часто это был шпинель. И думали, что это рубины. Я об этом рассказывал в своей передаче про шпинель. Да, вот как раз такой пример. Из Магога шпинель попадает к нам в руки крайне-крайне редко. Конечно, каким-то вложением этот камень считать нельзя. Но купить колечко с таким редким камнем, носить его с удовольствием можно без проблем. Для мужчины, я думаю, не подойдет. А на тонкие женские пальчики такой маленький камень ляжет вполне себе красиво. Если сделать классику с биллиантиками вокруг, будет совсем хорошо. На прошлой неделе мы прямо в одном месте на Шеланке добыли несколько сумеечных шпинелей хорошего качества. Это, кстати, редко бывает, что сразу 3-4 камня нашли за один день. Они похожи по цвету. Они были схожи по форме, по размеру. Здесь тоже 5 с лишним карат. И тоже есть такой приятный уход в синий-фиолетовый оттенок. Вот так, чтобы мы находили несколько камней похожего размера, формы и цвета, бывает крайне-крайне редко. Например, в этом году такое произошло впервые. То есть первый раз. Наши сотрудники усиленно начали копать в том же месте. Все перерыли. Больше, к сожалению, таких кусочков пока не найдено. Это было где-то уже дней 8-9 назад примерно. Яркий, с уходом в черный, красно-розовый гранат. Вот такого сочетания оттеночков на Шеланке не встречается. В Бирме тоже не встречается. Этот гранат приехал к нам из Африки. Там они тоже не часто находят. Тем более такого размера и чистоты. Вот, камень пока еще не продан. Он у нас на руках. Для мужчины, не знаю, для женского украшения подходит очень-очень хорошо. Пишите, пожалуйста, мне в WhatsApp. Редкого цвета и качества апельсиновый, солнечный, оранжевый гранат. 9,9 карат. Посмотрите, он выглядит матовым. Это из-за содержания включений, которые, кроме матовости, да, они дают эффект неона. То есть, в полумраке, при каком-то туском освещении, в плохую погоду, камень будет светиться очень-очень ярко. Вот этот эффект неон, он встречается нечасто. У меня лично есть два таких камня. Я с удовольствием их ношу. Даже при электрическом свете или вечером в пасмурную погоду, камень прямо горит, как кусочек солнца. И повышает настроение. Мне кажется, что если в Питере или в Москве носить такой камень, или где-то на севере проживать, да, то настроение будет всегда на несколько процентов лучше, чем обычно. Очень-очень редкая вещь. За 10 лет вижу такое впервые. Это, как ни странно, турмалин. Он без какой-либо обработки, без окраски, без стекла. То есть, с ним ничего не делали. Он сразу был такого цвета. Просто исключительно идеально белого. Снежный, ледяной. Можно как угодно его назвать. В данный момент такие турмалины встречаются очень редко и только в одном месте. Это Африка. Страна называется Руанда. 8,3 карата. То есть, это довольно крупный размер. Наш огранщик был настолько восхищенно поражен, что постарался на славу. Я думаю, вы можете оценить, что качество огранки уникальное. Как и сам камень тоже. Он у нас только один. Видели мы такой камень? Только один. Вот до нынешнего момента я таких не видел. И если вдруг вы потом захотите на заказ, я, скорее всего, такой найти не смогу. То есть, люди, у которых мы купили, они сказали, что пока таких больше не находили. Где-то в других местах они слышали, что вроде тоже попадались. Но это не точно. Примерно месяц назад у нас был крупный камень, шпинель. Цвет называется лавандовый. Мы его продали почти за 20 тысяч долларов. И это недорого, я вам скажу, потому что цвет и размер был довольно редкий. И очень много я получил сообщений в личку, что если вдруг вы такой цвет найдете, но поменьше, пожалуйста, сообщите. Вот сообщаю. Пожалуйста, сообщаю. 2,5 карата. Цена очень-очень доступная. Смотрите в комментариях цену. Если вам нравится, вы хотите его забрать, пишите мне, пожалуйста, в WhatsApp. Комментарии на YouTube. Там их бывает несколько тысяч. Я, к сожалению, читать не успеваю. У меня столько времени нет. Я отвечаю только в WhatsApp в основном. И снова пара шпинелей. И снова цвета отличные. И опять наш ограничек постарался. То есть, смотрите, он огранил их как бы в одном стиле, но при этом огранка чуть-чуть разная. Что можно сделать? То же самое. Можно сделать отличные серьги. Необычные, да. Я прям вижу уже их в черном золоте или в черном серебре и с черными мелкими бриллиантиками. Или можно сделать опять парные колечки. Мужское и женское. Каждый камень по три и чуть-чуть еще карата. Поэтому и для мужчины, и для женщины размер подходит вполне. И снова просто гранат. Он просто очень яркий, очень чистый, очень приятный розовый цвет с уходом в темное. Три и шесть карата. Мне кажется, что для вашей девушки, жены или любовницы, если вы девушка, то прям для вас самостоятельная покупка тоже возможна, да. Идеальный вариант. Очень красивый камень, очень красивый оттенок. И размер прям то, что нужно для женских пальчиков. А вот об этом я, честно, не знаю, что сказать. Это турмалин. А какого он цвета, я не понимаю. То есть, рыжий, коричневый, осенний, медовый, огненный, как угодно можно назвать. 30 с лишним карат он весит. Для подвески или для крупного кольца отлично подойдет. Вот, опять же, я сегодня уже много раз говорил этого, это, да. Но такой цвет я не видел. Вот, я не видел такой цвет. Он редкий. И в данный момент камень все еще не продан. Хотя к нему уже несколько покупателей присматриваются. Если вам интересно, пишите мне в WhatsApp. Африканский гранат. 9 карат. Цвет можно назвать пурпурный, горячий розовый, розово-фиолетовый. Главное, что у него есть тоже уход в темный, да, который делает такой, придает такой благородный оттеночек. Хорошая гранка. Камень без стекла, без краски, без заливки. Вот он прям такого цвета, каким был найден. И довольно удачная гранка. Для мужчины, наверное, этот цвет не подойдет. А для женщины прям идеально будет. Для колечка. Тут главное ничего не испортить. Сам по себе камень настолько крутой и настолько идеальный, что можно сделать прям минималистичный стиль. Без дополнительной обсыпки, без бриллиантов, вообще без ничего. В серебре, в золоте, неважно. Этот камень будет смотреться везде. В любом металле, в металле любого цвета, на мой взгляд, он будет смотреться идеально. Шпинель. Можно сказать, что это уже фирменный наш цвет. Синерджемс. Нам очень он нравится. Для тех, кто хочет синий камень, но не готов выкладывать громадные деньги за сафир. Сафир такого размера. Здесь 6 с лишним карат. Может стоить десятки тысяч долларов. Плюс сафир будет гретый. А еще его могут и подзалить стеклом, или покрасить как-то. Эта шпинель на 100% натуральная. Прям совсем вообще. То есть, с ней ничего не делали. Вот ее прям такого цвета и нашли. Поэтому, если вы хотите синий камень, но не по цене дорогого автомобиля, пишите. Опять же, размер подходит и для мужского украшения, и для женского украшения. На мой взгляд, он идеальный. Как и цвет, как и темный оттеночек. И снова у нас турмалин. И снова он не совсем обычный. Посмотрите, он полихромный. 12,4 карата. В центре камень такой прям нежно-мятно-зеленый. И к краю он уходит в какой-то другой зеленый. Я бы сказал, что это с зеленым желтоватым оттенком. Но женщины, скорее всего, знают, как этот цвет называется правильно. Вообще, у мужчин и у женщин совершенно разные восприятия цветов. И мне кажется, что название цветов, наверное, у женщин раз в сто больше, чем у мужчин. Меня это часто приводит к замешательству. Но вот такой камень у нас есть в наличии. И, на мой взгляд, он вполне подходит и для мужчины, и для женщины. Кстати, опять же, если вы хотите купить изумруд, но не готовы выкладывать несколько сот тысяч долларов, а вот такого размера и такой яркости изумруд будет стоить крайне дорого. Крайне дорого. И он еще будет пропитан маслом. Вот если вы не хотите изумруд такой, вернее, хотите изумруд, но не хотите дорого покупать, да? Пожалуйста, вот, турмалин ничем не хуже, на мой взгляд, честно. Я разницы не понимаю, например. Про этот камень хочу немножко подробнее рассказать. Именно вот за такими камнями я ездил в Чинтабури. И был там последние пару недель. Их добывали последние, наверное, несколько сот лет в Чинтабури. Чинтабури – это провинция в Таиланде, да? То есть вот такого цвета и сочетания сафиры встречается только в одном месте в мире. Это город Чинтабури, провинция, соответственно, тоже Чинтабури. Там есть одна небольшая долина, где вот такие сафиры добывают. То есть здесь, видите, сочетание желтого, яркого и зеленого. Камень, естественно, гретый. Весь процесс добычи таких камней, обработки. Смотрите, мы сейчас монтируем длинное видео. Я очень много там всего наснимал. Так вот, добыча там истощена. Если, допустим, 50 лет назад вот таких находили один в день, сейчас за две недели я объехал весь рынок, всех продавцов, всех коллекционеров, всех скупщиков. И вот таких камней мне удалось в руках подержать всего лишь пять или шесть штук. Я, естественно, все отснял. Там есть варианты, где больше зеленого, где меньше зеленого, где он там процентов на 30 зеленый, а на 70 желтый. Цвет уникальный, на мой взгляд, и добыча истощена. Поэтому, если вы хотите стать обладателем вот прям чего-то совсем уникального, пишите мне WhatsApp. Это нужно делать быстро. Я думаю, что через год вот такого размера я уже найти не смогу. Маленьких добывает пока еще много. Там 0,7 карат, 1 карат. А вот 5,6, 10 карат попадаются уже крайне редко. И цена их довольно быстро растет. Сейчас они стоят относительно недорого. Цену, пожалуйста, смотрите. И точный вес этого камня смотрите, пожалуйста, в описании под видео. И пишите мне, пожалуйста, не в комментариях, а пишите мне, пожалуйста, в WhatsApp. Вот тут тоже хочу рассказать поподробнее и даже поделиться гордостью. Это черные звездчатые сапфиры. Ну вот так получилось. Аномально рос кристалл сапфира, да. И там так все совпало, что он так странно, необычно выглядит. На мой взгляд, вот мое мнение. Да, вы можете его не разделять, что после сумеречной шпинели это вот для мужчины второй камень, который можно купить, носить. И он прям такой мужской, настоящий, мужественный. Причем интересно, что если ты сидишь где-то в тенечке, то там видны зоны роста. Посмотрите, да, на одном из камешков, как будто там микросхема такая внутри. Вот на нем хорошо прям видно, на остальных видно похуже, но есть везде. Да, зона роста – это такая штука, полосочки такие в корунде. Они присутствуют обязательно. Где-то их видно хуже, где-то их видно лучше. Вот именно в черных звездчатых сапфирах их видно очень хорошо. А когда выходишь на солнце, там сейчас на видео будет такой момент, или был, да, я не могу синхронно накладывать звук, там горит звезда шестилучевая. Вот, собственно, такой уникальный, интересный эффект. Этот камень тоже является эндемиком. Его добывают в Чентабури. Добывают не так много. Вот эти несколько штучек, они из старых запасов. Я лично сам копал, прям именно в том месте, где месторождение именно черных звездчатых сапфиров. Видео об этом уже выложено, посмотрите. Но я нашел мелкие кусочки. Все, что крупнее, залегает на глубине больше 10 метров. Как бы я не успел докопаться до 10 метров, но однажды когда-нибудь я обязательно это сделаю, все сниму, обещаю вам. Мне очень нравится такой камень. Я вот в ближайшее время хочу себе карат на 10 купить и сделать какой-нибудь байкерский брутальный перстенек. Мне кажется, что на наш стиль Синерджемс он очень хорошо накладывается. Также очень много женских украшений делают. Вот именно с таким камнем. В частности, один из таких черных звездчатых сапфиров получила наша уже широко известная менеджер Яна. Теперь у нее тоже есть такой камень. Мы нарисуем ее будущее изделие, сделаем, и вам весь процесс покажем полностью. Собственно, мой перстень тоже, когда будем делать, будем все показывать, освещать. Мне этот камень очень понравился. На Шеванке, в Бирме и на Мадагаскаре их тоже добывают, но крайне редко, и стоят они там относительно дорого. И цвет не такой темный, они там посветлее. Эти прям вот огонь-огонь. Прям черные, как мое сердце. Если вам так же нравится, пишите. Я даже смогу цену сторговать пониже, потому что человека, который много лет уже скупает именно черные звездчатые сапфиры в Чентабури, там дедулька такой пожилой, я знаю очень хорошо. Я у него когда-то учился, больше 10 лет назад, именно разбираться в камнях. То есть, по сути, это мой учитель, поэтому у нас спеццены будут. Ну и раз мы заговорили про звездчатые сапфиры, вот крайне редкая штука, это белые звездчатые сапфиры. Я не знал, что такое бывает, честно. Я видел синие, голубые, серые, черные, как я только что вам показывал. Я видел звездчатые рубины, но вот как-то меня обычно не сильно это впечатляло. Вот эти мне прям очень сильно понравились. Мы на всякий случай их купили. За качество съемки, извиняюсь, это мой огранщик не удержался и ночью прям сразу в мастерской заснял, как смог. Но зато под электрическим светом хорошо видны звезды, да? То есть, это пара, из них можно сделать серьги, можно сделать, опять же, два кольца, женское, мужское, что угодно можно сделать. Возможно, мы оставим себе их на память, не будем продавать. Я пока думаю, потому что я не видел таких, честно, и не знаю, где такие можно купить еще. Поэтому, если вам очень сильно захочется, пишите. Я подумаю, хочу ли я их продавать. Значит, на сегодняшний день, я думаю, закончено видео, да? Потому что и так я много показал камней. На самом деле, это примерно 10% от всего интересного, что пришло. Я вот что хотел вас спросить. Вы скажите, вот мы смотрели 21 камень, вернее, 21 позицию, там, кое-где их было по 2, да? Это много? Это долго? Тяжело видео смотреть? Или нормально? Или делать по 10, например? Или можно делать больше? Напишите, пожалуйста, как. Да, лучше, потому что мне очень нравится эта тема. Я думаю, вы видите, я получаю удовольствие. Я могу такие видео пилить там по 100 камней. Ну, понятно, что не все смогут это посмотреть. Какой, примерно, тайминг вам удобен? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Вот в прошлый раз, мне кажется, было 10 камней, да? Сейчас 21 позиция. Как лучше? Подольше. Оставляем 20, оставляем 10. Можно по 5, например, кусочки нарезать. Как вам комфортнее смотреть? То есть, мне даже не настолько интересно продать, насколько интересно мне показать и рассказать, да? Поделиться с вами вот этой красотой. Это же почти так же красиво, как Harley-Davidson. Красивее Harley-Davidson, конечно, ничего быть не может, но камни это почти так же красиво. Всем привет! Жду от вас какого-то обратного отзыва, да? Обратной связи. Как лучше делать? Советуйте, пишите ваши пожелания. Будем с удовольствием пилить еще такие видосики.